Добрый день! Сегодня мы вспомним о защите нашего города, нашего воздушного пространства над городом. Уже целый месяц шла война, и вражеские самолеты прилетали делать аэроразведку. Их интересовали прежде всего самые важные в стратегическом отношении – это заводы, фабрики, вокзалы и правительственное здание. В городе объявлялась воздушная тревога. Город готовился к отражению воздушных налетов. И первый воздушный налет проходил в ночь с 21 на 22 июля. Городу приближалось сразу 200 вражеских самолетов. Бомбовая нагрузка от 2 до 2,5 тонн. В основном это были 4 бомбы по 500 килограммов или 8 по 250, и этого было бы достаточно, чтобы в один налет уничтожить город. Но этого не произошло. Этого не произошло и в последующие 141 налет, потому что существовала противовоздушная оборона, о которой в этом зале Музея обороны Москвы напомнят нам многие предметы, сохранившиеся с тех далеких времен. Времена не так уж и давние, не настолько давние. Это времена наших с вами прабабушек и прадедушек, которые тогда жили в Москве, а их родителям пришлось защищать город на фронте и в самом городе. Так вот, 22 июля. В Москве приближается 200 самолетов, но они приближаются ночью. Ночь была выбрана не случайно. Дело в том, что их было не видно, как воздушные цели, но и им были не видны цели, которые нужно было разрушить. В городе соблюдала светомаскировка, было выключено электричество. Если пользовались лампами, это были лампы синего цвета. На высоте их было не видно. Этот свет рассеивался в темноте, и его было не видно. Так что ориентироваться, где находится в первое очередное, что нужно было разрушить, было практически невозможно. И вот тогда они придумывают посылать первые самолеты с зажигательными бомбами. Вот здесь в нашем музее можно увидеть эти бомбы. Вот некоторые из предметов напоминают, собственно, как эта бомба выглядела. И внешне она даже на бомбу не похожа в традиционном ее понимании. Это предмет, в общем-то, килограмм веса, небольшой по размеру. И вот на снимке здесь видно, как проходит инструктаж тех, кто собирается тушить эти зажигательные бомбы. Дело в том, что эти бомбы, падая, при ударе загорались. И горели они, как связка бенгальских огней. Как связка бенгальских огней, которая через минуту 45, прогорев ближе к середине, распадалась на множество горящих частей и забрасывали ими крышу. Крыши чаще всего были деревянные в Москве. И эти горящие элементы бомбы прожигали крышу, падали на чердак и загорался дом. С чердака с крышей таких домов должно было загореться множество. И тогда уже следующие самолеты с фугасными бомбами, видя пылающий город, легко бы нашли самые важные цели в первоочередной важности для нанесения бомбового удара. Но вот в Москве создавалась противовоздушная оборона и была готова к отражению налетов с зажигательными бомбами. Поэтому на крышах дежурили. Дежурили наши с вами прабабушки, прадедушки. Здесь один из плакатов того времени со словами «Товарищ москвич, будь всегда на чеку, выполняй боевое задание, не давая врагу поджигать Москву, охраняй заводы и здания». И действительно, сбрасывая эти зажигалки, как их тогда называли, с крыш, гася их в бочках с песком, в ваннах с водой, пожаров было минимальное количество. И вот тогда следующая волна бомбардировщиков направляясь к городу, не видя целей в отсутствие пожаров, плохо ориентируясь, бомбила наугад. И тогда многие из бомб попали на жилые дома. В общей сложности было разрушено более 500 домов полностью. Но это минимальный ущерб. И опять же, повторюсь, благодаря противовоздушной обороне. Местной противовоздушной обороне. Жителям Москвы, нашим с вами прабабушкам, прадедушкам, кто тогда жил в городе и защищал родные дома. Давайте чуть дальше пройдем. И мы посмотрим на следующую композицию музея, которая напомнит нам о разрушениях жилых домов. В Москве перед налетом звучал сигнал оповещения. Это сигнал о воздушной тревоге. Никто не должен оставаться на улице. За нахождением во время налета следили дворники, бойцы истребительных батальонов и бойцы местной противовоздушной обороны. Надо было оставить транспорт, направиться либо в убежище. Оно находилось либо в щели, вырытой во дворе, либо это был подвал дома с выходом во двор, либо это была станция метро. Вот сейчас звучат заводские гудки. Это начало и конец рабочего дня в мирное время, но во время войны это сигнал о приближающемся воздушном налете. Были и оповещения на случай противохимических возможных атак вот такими сиренами. Сейчас, через некоторое время, вы услышите этот звук. Находиться в подвале было удобно, но небезопасно. Дело в том, что если бомба разрушала дом, то подвал обычно выход из подвала заваливало. И надо было ждать бойцов местной противовоздушной обороны, которые, спустившись в крыши после конца налета, разберут этот завал и поможет вам выйти. Вот так звучит эта сирена. Так как не было химических атак, то сирены противохимической защиты использовались для оповещения во время воздушных налетов при приближении бомбардировщиков. Бомбы были самые разные. На нашей экспозиции это бомба минимального веса в 100 килограммов. И вот эта, это не самая большая бомба, были бомбы и побольше. Наша лишь 250 килограммов, ну а максимальная бомба весила 1000 килограммов. Вот при разрыве такой бомбы у Никитских ворот была оставлена воронка в 12 метров глубиной и 32 метра в диаметре. Иногда кто-нибудь на экскурсии, даже оказывается люди достаточно пожилого возраста, говорит, да действительно, помню, была такая воронка, там прудик был, и мы там плавали. Так что это не так уж далеко от нашего времени события тех лет. Так вот, мы здесь вспоминаем о местной противовоздушной обороне. Пока что вспомнили тех, кто тогда, живя в Москве, не уйдя в народное ополчение, объединялся в отряды, которые защищали город. Вот сейчас вы слышите гул приближающихся к Москве бомбардировщиков. Уже те, кто находится в отрядах МПО, поднялся на крышу, а к защите города первыми, кто защищал город со стороны налета, это были войска ПВО, летчики-истребители, зенитная артиллерия, прожектора, аэростаты, заграждения. Вот основная сила, которая противостояла разрушению города нацистской авиации. И мы сейчас вспомним о шестом истребительном авиакорпусе, защищавшем город, где и служил летчик-истребитель Виктор Васильевич Тололихин. Первыми, кто по сигналу штаба ПВО поднимался навстречу приближающимся бомбардировщикам были летчики-истребители. 7 августа Виктор Васильевич Тололихин на истребителе ИС-16 поднимается на высоту 4,5 километра и попадает в мотор одному из бомбардировщиков. И вот он уже горит и понимает, что не долететь ему до Москвы, развернувшись, возвращается за линию фронта. Виктор его видит, но у него не стреляет пулемет. И у него очень сильное желание не дать врагу улететь, не дать ему вернуться, не дать разрушать город. Он летит за ним с нестреляющим пулеметом с одной простой мыслью. Долетев сзади, снизу, винтом протаранить ему хвостовую часть. Но когда подлетал, его заметили. В Хенкеле были 4 опытных летчика. Они бомбили до этого Лондон, Варшаву, и вот пролетели бомбить Москву. И когда Виктор Васильевич подлетал, открыли пулеметный огонь. Повредили самолет Виктора Васильевича. Сам Виктор был ранен в правую руку. В такой момент возможно было бы и выпрыгнуть из самолета, но Виктор так не сделал. Желание победить в этом бою у Виктора было сильнее страха за собственную жизнь, и он продолжает атаковать самолет и уже не винтом. А корпусом всего самолета, вот здесь на боевом леске это видно, ломает бомбардировщику хвост сзади, снизу. Видно столкновение. И видны размеры самолетов, которые передал художник. Обратите внимание, бомбардировщик намного больше. И это действительно так. Вес бомбардировщика превосходил истребителя. Достаточно сказать, что у бомбардировщики находилось две тонны бомб общим весом. Это восемь штук. Вот как здесь на экспозиции одна из таких бомб. А у Виктора Васильевича весь истребитель вместе с Виктором Васильевичем весил полторы тонны. Поэтому при столкновении естественно истребитель Виктора отбрасывает. Отбрасывает как мячик от стенки и падая он переворачивается. Но Виктор одержал свою победу. Падает и бомбардировщик. Он уже больше не прилетит бомбить город. К счастью, при падении из кабины Виктору удается выпасть. Открыть парашют. Вот такой же у нас находится на экспозиции. И приземлиться у деревни Мансурово. Это 40 километров южнее Подольска. И здесь те, кто тогда жил в этой деревне явно не спали. Смотрели за ходом боя и видели, где приземлялся наш летчик. Подошли и помогли ему добраться до нашей армии. И вот уже через некоторое время о Викторе узнается страна. Он совершил поступок, в котором не было шанса выжить. Такие поступки в ходе войны называют подвигами. Они совершены ради победы в данном конкретном бою. А солдат называли героями. Героями нашей страны, которые совершали эти поступки ценой своей жизни. Вот один из таких защитников и был Виктор Васильевич Тололихин. Один из 186 героев Советского Союза, участник обороны Москвы. Но мы сегодня говорим о противовоздушной обороне и следим дальше за ходом движения бомбардировщиков. К сожалению, истребители не могли, не удавалось им уничтожить все летящие к Москве бомбардировщики и те, что прорвались уже дальше попадали под обстрел зенитной артиллерии. Наши летчики их не догоняли не потому, что боялись, а потому, что знали. Дальше идет зона прострела зенитной артиллерии. Вот отсюда, если посмотреть на сходы нашего подолка, видны горящие лампы на темном фоне. При небольшой доле воображения можно представить их освещенными самолетами, направляющимися разрушать центр города. Их освещали прожектора. Вот один из таких прожекторов, вы здесь видите, луч такого прожектора мог достичь предельной высоты самолета, 9 километров. Выше уже летчики не поднимались из-за отсутствия кислорода. Вот отсюда с точки зенитчика самолет и выглядел освещенным, как эта лампочка. Но на высоте, скажем, полета 8 километров пятно этого прожектора выхватывало самолет в диаметре 40 метров. Это практически вся арена цирка. И самолет двигался со скоростью 350 километров в час. И его надо было сбить. Вот для этого у зенитчиков существовали множество приборов и сообщения с постов воздушного наблюдения оповещения связи о нахождении самолета в темноте. В темноту посылался с этих постов радиосигнал, который, отражаясь от самолетов, возвращался, и было понятно высота самолета, его скорость и курс. И именно в эту точку на упреждение и стреляли зенитчики, и именно туда направлялся луч прожектора. Но не всякий снаряд попадал. Один из 300 снарядов попадал в самолет, а остальные подразумевалось разорвутся рядом и повредят самолет осколками. Вот для того, чтобы они разорвались рядом, а не на 2 километра выше, и выставлялась задержка разрыва снаряда на нужной зенитчику высоте. Представим себя на минуту на месте нацистских летчиков. Их задача выполнить приказ разрушить Кремль, заводы, фабрики. Но они находятся на высоте 8-7-6 километров над Москвой ночью. С высоты их полета вниз видны облака на уровне 5 километров. Вот так примерно выглядит пол в наш зале. Ночью на уровне 5 километров так могли выглядеть и облака. За ними Москвы не было видно. И летчикам приходилось идти вниз с высоты 8-7-6-5 они проходят облака. И тут на высоте 4 километра казалось бы вот уже можно было бы увидеть очертания города, русла, реки, Москва. Но в это время неожиданно для многих летчиков винт их самолета разрывал оболочку аэростата. Вот здесь в нашем зале над вами находится модель аэростата. Она уменьшена в два раза, но у нее оставлен цвет. Цвет таким, каким он должен быть, чтобы сливаться с ночным небом Москвы и не быть приметным для авраровского летчика. Опасность состояла не в том, что оболочка разорвавшись могла заклинить вращение винта. Более опасным был взрыв газа, который поднимал аэростат. Это водород, он легче кислорода, он поднимает баллон, баллон останавливается на высоте 2, а следующий на высоте 4 километра, потому что их держат тросы, стальные тросы не дают аэростатам улететь, они находятся в тандеме на высоте 2 и 4 километра. И вот, соединяясь с кислородом при разрыве, водород воспламеняется, огромное облако пламени окружает самолет, самолет у которого бензиновый мотор, испарение и с легкостью пламя попадает в бензохранилище и летчики остерегались сталкиваться с аэростатами, начинали летать над аэростатами, это где-то выше 4 километров, а вот здесь и облака, и зенитная артиллерия, и эта высота не позволяла им совершать маневры над объектами разрушения и держала их на высоте, аэростаты соответственно назывались аэростаты заграждений, они заграждали возможность летчикам совершать маневренную бомбардировку города. Вот про тросы, тросы, которые держали аэростаты, находились на лебедках, лебедки стояли на машинах, здесь у нас находится модель такой машины, правда с прожектором, а могла стоять и лебедка, которая держала трос с аэростатом, сам по себе трос достаточно тяжелый, поэтому не давала аэростату улететь, но на всякий случай, чтобы машины не двигались под направлением ветра, который мог тянуть аэростат вперед, держали машину вот такие якоря. И тогда летчики, ища выход для выполнения приказа, начинали подлетать под аэростаты, а вот здесь большую неожиданность для них были стальные тросы, которые находились в километре друг от друга, и вот подлетая под аэростат на высоте 3 или 2 или даже ниже километров самолет ломал отрос винт, крыло, и плавно падая приземлялся за городом. Вот у нас есть снимок одного из таких самолетов, Юнкерс 88-й, сбитый в небе Москвы, и достаточно интересно сравнить его с моделью этого самолета у нас на экспозиции. Часто посетители спрашивают, не упал ли этот самолет прямо на выходе со станции метро площадь революции. Нет, он упал за городом, а сюда его перенесли в разобранном виде, чтобы показать москвичам, что будет с самолетами, которые решаются разрушать город. Вот также многие, глядя на вагон в зале, в зале противовоздушной обороны, удивляются, как он здесь оказался. Этот вагон был данен на Белорусском вокзале в 90-х годах, в 95-м году, когда создается экспозиция нашего музея, его разбирают и приносят в наш зал. Здесь, в зале ПВО напоминает о том, что основная цель бомбардировщиков Люфтваффе были и вокзалы. 9 вокзалов города, где сосредоточены вот в таких вагонах техника, оружие, по 40 человек бойцов были первоочередными целями. И задача ПВО была защитить вокзалы, правительственные здания, заводы, фабрики, обеспечить безопасность жителей. И ПВО с этим справилась. вражеские летчики 141 раз прилетали разрушать город. И, как видите, город остался, город жил, боролся и победил. А помогли выдержать натиск войска ПВО, о которых мы говорили. Это летчики-истребители, зенитная артиллерия, аэростаты, заграждения, прожектора и, прежде всего, конечно, жители Москвы, объединенные в отряды местной противовоздушной обороны, те, кто тогда тушил на крышах зажигательные бомбы, предотвращая пожары, кто разбирал завалы, оказывал помощь раненым, которые оказались ушибленными, разрушенными зданиями, получили повреждения, травмы, и соблюдали светомаскировку. Жили, боролись, не победили в это трудное время. Наши с вами прапрадеды, о них мы вспоминаем в зале противовоздушной обороны. Спасибо вам большое за внимание, за интерес к этой теме. С вами был экскурсовод первой категории Блохин Андрей Николаевич. Продолжение следует...